Ребенка, который был объявлен в розыск, нашли. На прошлой неделе мы рассказали, что жительница Абакана, ограниченная в родительских правах, прячет своего сына от органов опеки. После эфира местонахождение мальчика удалось установить. Все подробности у Виктора Бурова. Около этого дома в центре Абакана органы опеки и судебные приставы дежурят больше месяца. Изъять ребенка из семьи постановил суд. По имеющейся информации, пятилетний Ваваня укрывают у бабушки. Мама мальчика по этому адресу не появляется. Впрочем, 26-летняя женщина не принимает участие в воспитании сына с самого его рождения. По словам соседей, безработная горе-мать больше предпочитает веселые посиделки с друзьями. Мало заботится о будущем Ване и бабушка. В пять лет ребенок ни разу не был в поликлинике. Ему не ставят прививки, мальчик не посещает детский сад. Мы сами занимаемся. Ребенок у меня считает, читает. Весь алфавит знает. Он очень развитый мальчик. Очень развитый мальчик. Много стихов знает. Он на елку ходил. И ребенка не отдадим в чужую семью, в детдом. Что в детдомах лучше ребенку будет? А он сам говорит, баба, ты меня, мама, никому не отдавайте. Нет, конечно, мы ребенка никому не отдадим. Семья стоит на учете в органах опеки на протяжении трех лет. Все это время за ней пристально наблюдает. В октябре прошлого года суд постановил ограничить маму Ване в родительских правах и передать мальчика органам опеки. Такие решения выносятся крайне редко. Нужны веские обстоятельства, при которых жизни и здоровье ребенка угрожает реальная опасность, нарушенные его права. Условия жизни у бабушки ненадлежащие. Очень часто субъекты профилактики видели, что ребенок, во-первых, находится без мамы, во-вторых, в этом жилом помещении находятся посторонние люди, очень часто в состоянии алкогольного опьянения. Спустя три месяца Ваню все же нашли в доме бабушки. Теперь психологически непростая, но необходимая задача – изъять ребенка из семьи, чтобы оградить его от опасных родственников. Несмотря ни на что, для пятилетнего мальчика родная бабушка – самый близкий и любимый человек. А вы уходите из нашего дома с бабой. Я иду, Ванечка, уйду попозже из вашего дома, не переживай. Ай, я не хочу, там, в детский дом. Ваню, скорее всего, передадут в новую приемную семью, но этого может не случиться, если мама, которая, кстати, ко всему прочему, имеет судимость, возьмет себя в руки и начнет заботиться о сыне. Однако члены семьи, кажется, так и не поняли, что могут лишиться ребенка навсегда и не видят своей вины в случившемся. Она деньги зарабатывает, она машины покупает, квартиры покупает. Я знаю про ее все. Я добьюсь, я эту... посажу. Суд пошел на уступки и пока лишь временно ограничил маму Ваню в родительских правах, дав возможность вернуться к нормальной жизни ради ребенка срок полгода. Но если Анастасия не улучшит жилищные условия, не устроится на работу и не перестанет злоупотреблять алкоголем, она лишится прав на Ваню навсегда. И тогда вернуть мальчика в семью будет уже практически невозможно. Виктор Буров, Никита Сегай, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok